Проект новой редакции Конституции нацелен на обеспечение гармоничных отношений в обществе и поддержку экономического развития страны. Об этом нередко говорят в рамках открытых диалогов в общественных приемных по обсуждению изменений и дополнений в главный государственный документ. Как отметила депутат Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь Марина Васько, новшества затронули многие аспекты жизнедеятельности граждан и брещане активно вовлечены в обсуждение новой редакции. Вопросы самого разного характера. Это, во-первых, прежде всего, почему вносятся изменения, с чем это связано. Кроме этого, спрашивают о том, какие инновации вносятся. И, конечно же, людей волнует, сохранятся ли их социальные гарантии для всех слоев общества. И для молодежи, и для людей пожилого возраста, и для инвалидов. То есть, что новое привносится в основной закон нашей страны. Люди глубоко изучают проект основного закона. И те, кто решает прийти, идут в общественные приемные с действительно интересными предложениями. Причем, помечая при этом отдельные пункты документа. Кто-то же в процессе диалога решает и насущные житейские вопросы. Всех интересуют функции, роль нового представительного органа власти, который планируется закрепить уже на конституционном уровне. Это Всебелорусского народного собрания. Интересуют граждан вопросы, как он будет формироваться, то есть, каким будет сама специфика его работы. Конечно, не на все вопросы дает ответ Конституция. В перспективе будет разработан отдельный закон, который будет регулировать деятельность Всебелорусского народного собрания. Донести не только правовые нормы и аспекты, предлагаемые новой редакцией основного закона, но и сам ее дух. Такую задачу поставили перед собой эксперты. Каждая вынесенная на референдум статья Конституции взята из жизни. Знаете, больше положительных отзывов. И дело в том, что это неудивительно, потому что эти изменения, они не возникли вдруг или как-то спонтанно. Дело в том, что эти изменения, это, по сути, итог той большой работы, которая была проведена представителем власти, депутатским корпусом с населением. Очень активно еще в 2020 году проходили диалоговые площадки, на которых обсуждались вот эти все возможные изменения. Предложения поступали и в наш адрес. Все они позже аккумулировались, все они обрабатывались. Ну и, скажем, в рамках работы нашей Конституционной комиссии все эти моменты тоже обсуждались. Но как итог мы имеем этот проект, в котором нашли отражение, уже, скажем, те изменения, которые уже предлагались и вносились людьми до этого момента. Надо, чтобы это изменение повлияло очень хорошо на нашу республику. Действительно, наша республика отличается от других республик, и это очень хорошо. И не просто хорошо, даже здорово. И дай Бог, чтобы это было всегда. Люди указывали на необходимость расширить понятие ветеран войны. А многие представители старшего поколения соглашались с поправкой о том, что каждый должен проявлять социальную ответственность, вносить посильный вклад в развитие общества и государства. Продолжение следует...